Всем привет! Это Новодевичье кладбище. И сейчас я вам покажу две могилы людей, которые являются тезками тех, кого вы тоже знаете. Эти тоже были известны в свое время, но сейчас уже забытые, как говорится, забытые имена. Сначала мы пройдем на второй участок и посмотрим колумбарную стену. Такая красного цвета. Здесь очень много фамилий. Говорят, даже есть предки Сусанина, но его, конечно, я не нашла. А подсказывать экскурсовод не захотела. Может быть, когда-нибудь найду. А сейчас я вам покажу, где захоронен прах Робинзона Круза. Удивлены? Ну нет, конечно, это не тот литературный герой из романа английского писателя Даниэла Дефо. А Робинзон Круза Николай Николаевич, год рождения 1887, год смерти 1974. Ну, пройдемте чуть-чуть вперед. Вот здесь справа, смотрите, красная плита. На белом фоне, видите? Конечно, буквы стерты, плохо видно. Наверное, я сейчас протру снегом. Робинзон Круза, Марина Алексеевна и Николай Николаевич. Марина Алексеевна – это жена Николая Николаевича и, наверное, эти другие родственники, наверное, по линии жены. Николай Николаевич получил свою фамилию, естественно, от отца Николая Федоровича Фокина. Дело в том, что подростком Николай Федорович служил на торговом судне «Юнгой». И в одном из плаваний судно наткнулось на неизвестный островок в Индийском океане. Командир судна отправил на остров шлюпку с несколькими матросами, среди которых и был «Юнга». Неожиданно поднялся шторм. Шлюпку перевернула волна. Матросы вплавь вернулись на корабль. А «Юнга» и один матрос доплыли до острова. Корабль не мог сразу подойти к острову из-за шторма и смог забрать людей только через три дня. У «Юнги» Николая Федоровича в море пропала матросская книжка. И капитан судна, не лишённый чувства юмора, выписал новую на фамилию Робинзон Крузо. С этой фамилией Николай Фёдорович и вернулся на родину. Женился, родил детей. И все стали Робинзон Крузо. Вот семейное фото. По центру сидит мать Аполлинария Ивановна, рядом Николай Фёдорович и все их дети. Николай Николаевич, чей прав захоронен именно в этом колумбаре, стоит крайний левый. Здесь его три брата и две сестры. На снимке Николай Николаевич в форме хормейстера военного оркестра главного штаба и гвардейских частей в Санкт-Петербурге. Николай Николаевич Робинзон Крузо проявил свои творческие способности с 12 лет. Он пел в церковном хоре, участвовал во всех концертах. После гимназии участвовал в формировании военных оркестров, закончил музыкальное училище и институт музыкального просвещения. В 1924 году, в 36 лет, был принят солистом в Большой театр, где исполнил 22 партии классического оперного репертуара. Также он работал и был солистом в Тбилисском и Ташкентском оперном театре. Он обладал высоким мужским голосом, тенором, исполнял партии Хосе в Кармен, Германа в Пиковой даме, Андрея в Мазепе, Альфреда в Травиате, Иленского в Евгении Онегине и в других. Дочь его, Екатерина Николаевна Робинзон-Крузо, тоже стала актрисой, но она уже умерла в 1998 году. А сейчас мы пройдем с вами, и я вам покажу могилу Ленина. Нет-нет, не мавзолей на Красной площади, а могилу на Новодевичьем кладбище. Ленин Михаил Францевич, украинский и советский актер, народный артист РСФСР. Настоящая фамилия Игнатюк, но в 1902 году его зачислили в труппу Малого театра, и он взял псевдоним «Ленин», еще не зная в то время про Ленина Владимира Ильича. И этот псевдоним сыграл с ним злую шутку. В 1905 году Михаилу Францевичу пришлось обратиться со страниц газеты «Московские ведомости» к публике. «Я – артист Императорского Малого театра Михаил Ленин, и прошу не путать меня с этим политическим авантюристом Владимиром Лениным». В 1917 году ему пришлось второй раз уже с журнала «Рампа и жизнь» объясняться, напечатать свое фото и подписать «Прошу не смешивать». Когда умер Владимир Ленин, посыльный прибежал в кабинет к Станиславскому. «Константин Сергеевич, несчастье! Ленин умер!» «Ах, Михаил Францевич!» – вскинул руки Станиславский. «Да нет, Владимир Ильич!» «Тьфу-тьфу-тьфу!» – постучал по дереву Станиславский. Михаил Францевич Ленин был богатырского телосложения и обладал мощным звучным голосом. Он был далек от революционных идей. И до революции Михаил Ленин был более известен и почитаем, чем Владимир Ильич. Тем не менее, после революционной реплессии обошли Михаила Ленина стороной. Возможно, псевдоним послужил ему во благо. Ну и здесь же мы видим, похоронен его сын Игорь Михайлович Ленин. Игорь Михайлович Ленин.